Хочу проинформировать вас, уважаемые советники, о тех мероприятиях, которые нам удалось в 2020 году реализовать и по каким работам, по какому пути намереваемся работать в 2021 году. В 2020 году в мае месяце был проведен тендер по началу строительства конституционных сетей в селе Авдорма. Этот контракт был подписан на сумму 4 751 600 лей. Были обозначены такие источники, как фонд развития сельского хозяйства и сельской местности АИПа 1 200 400 лей. Этот фонд, мы ранее с вами сообщали вам, был объявлен конкурс для сельских населенных пунктов, где премария села Авдорма принимала участие и была выиграна сумма в размере 1 200 000 лей. Также на строительство канализации был направлен фонд возмещения контрибуций из регионального бюджета в сумме 2 174 600 лей. Средства выделены нашим меценатам в сумме 1 миллиона лей и за счет местного бюджета 376 600 лей. Это источники, за счет которых мы планируем завершить строительство первого этапа канализационных сетей. В 2020 году из этих фондов были освоены из фонда АИПа 518 000, из фонда возмещения контрибуций 347 800, за счет средств мецената 500 000 лей. И местный бюджет 101 600 лей. Всего освоено по проекту строительства канализационных сетей в 2020 году 1 467 700 лей. Остаток суммы 3 283 900 лей переводится на 2021 год, с чем мы продолжаем работать. Здесь хочу отметить, что с фондом развития сельского хозяйства и сельской местности работа идет в обозначенной в договоре сроке. Мы денежные средства оттуда получаем. На сегодняшний день у нас на счете есть 400 000 тоже из этого фонда, которые ждут продолжения работ по канализации, которые мы будем осваивать. Как вы знаете, нашим меценатам поддерживается строительство канализации. Здесь тоже сроки, как только у нас появляется необходимость, мы обговариваем, запрашиваем сумму, незамедлительно нам выделяют, мы идем работаем. Что касается фонда возмещения, с трудом нам удалось в прошлом году выбить, в прямом смысле слова, 347 000 лей. Их мы направили, их мы освоили, а 1 826 000 из фонда возмещения и контрибуции, которые мы намерены направить на средства канализации, по сегодняшний день мы получить не можем. Это одна большая сумма задолженности региональных властей перед местным бюджетом села Афдарма. Но работы по строительству канализации продолжатся. Заказаны подрядчиком уже насосы. Это три насоса. Они составляют ощутимую часть суммы в этом проекте, в этой части. Очень надеемся, что в течение года мы сможем запустить канализацию, запустить, ввести в эксплуатацию и уже подключать наше население. Следующий проект, который в прошлом году у нас реализовался, я считаю, что успешно, это реконструкция дороги улицы Советской, участок дороги, ниже дома культуры. Работы проводились в асфальтовом покрытии. Сумма договора составила 1 миллион 280 тысяч 200 лей. Здесь использовались два источника, национальный дорожный фонд и местный дорожный фонд. Нет, местный бюджет здесь. За счет национального дорожного фонда, это программа «Хорошие дороги для всех» была. 1 миллион 113 тысяч. 100% было освоено, работы завершены. Чтобы завершить этот участок дороги и плавно соединить с мостом, за счет местного бюджета были выделены средства в размере 167 тысяч 200 лей, которые тоже освоены. И на сегодняшний день дорога функционирует. На этом же участке улицы у нас в прошлом году были за счет местного дорожного фонда уложены бордюры на сумму 166 тысяч 700 лей. Работы тоже завершены, задолженности не имеем. Здесь же строительство тротуара. Был построен тротуар площадью 315 погонных метров. Тротуар поставлен за счет местного дорожного фонда. Сумма составила 249 тысяч 400 лей. Средства освоены, работы тоже завершены. Следующий проект, который реализуется в партнерстве с общественной организацией «Вектор прогресс» при поддержке фонда немецкого агентства по развитию GIZ, а также наша контрибуция из фонда капитальных вложений и фонда возмещения, капитальный ремонт здания на стадионе. Сумма договора составляет 547 тысяч 300 лей. Из этой суммы в разрезе по фонду GIZ – 212 тысяч 600 лей, фонд капитальных вложений – 109 тысяч 500 лей, фонд возмещения – 225 тысяч 200 лей. Что касается фонда немецкого развития, агентства по развитию GIZ, в прошлом году была освоена из 200 тысяч 100 тысяч 900 лей. Остальная сумма ждет своей реализации, но в первую очередь в этом году перед нами стоит задача внести свою контрибуцию. То есть нам необходимо получить денежные средства из фонда капитальных вложений, из фонда возмещения. Проект, переходящий на 2021 год, в этом году до конца мая запланировано завершить работу и сдать объект в эксплуатацию. Следующий объект – это повышение экономического потенциала села Авдорма за счет создания условий хранения сельхозпродукции. В рамках этого проекта у нас начато строительство ангара для хранения зерна. Сумма договора составила в результате тендера 1 миллион 403 тысячи 100 лей. Данный проект реализуется при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству МИДЛ. В прошлом году мы сообщали, что был предоставлен грант на сумму 46 тысяч долларов. Переводено леи по курсу в 815 тысяч лей. Из этой суммы в прошлом году освоено уже 389 тысяч 100 лей. Остаток, переходящий на этот год, 425 тысяч 900 лей. Их на днях мы уже ожидаем поступления этой суммы на счет. Работы ведутся, но в свою очередь, опять же, мы должны тоже свою часть туда внести. Это средства из фонда капитальных вложений прошлого года в размере 347 тысяч 800 лей, откуда мы не получили еще ни одной копейки. И фонд возмещения 400-2 тысячи лей, тоже еще ничего не получено. Постановление Народного собрания имеется, все утверждено, но финансирования еще нет. Проектом также предусмотрено приобретение и установка весов, сельско-больших весов на сумму 161 тысяча 700 лей. Проект, согласно контракту, мы должны завершить в этом году, в течение 2021 года. Начаты работы по восстановлению лесопосадок и защитных насаждений. То есть, как и ранее мы сообщали, что имеем проект в партнерстве с Международным фондом сельскохозяйственного развития ИФАД на посадку и восстановление лесных насаждений площадью 9,35 гектар. Сумма договора составила у нас 571 тысяча 600 лей, из которых финансирование из Международного фонда сельскохозяйственного развития 466 тысяч 500 лей. Из этих средств в прошлом году мы освоили только 49 тысяч 300 лей, которые были выделены на проведение работ по раскорчевке и походу. Остальная сумма 417 тысяч 200 лей будет перечислена после того, как для приобретения и посадки непосредственно самих саженцев. Здесь же наша контрибуция составляет 233 тысячи 300 лей, которые мы ожидаем из фонда возмещения. Тоже постановление Народного собрания имеется. Средства пока не перечислены. Проект будет завершен в 2021 году. Здесь же заложены средства в сумме 128 тысяч 200 лей, которые будут использованы для последующего содержания, ремонта и оказания содействия, чтобы принялись наши саженцы в течение следующих двух лет. В следующем году, не в следующем, а уже в этом году, в 2021 году я уже озвучила наши переходящие проекты, которые работают, работы по ним ведутся, а также были запланированы строительство дорог, строительство тротуаров. Очень надеемся, что экономическая ситуация в стране выровняется, немножко стабилизируется, и мы тоже сможем работать по нашему плану. Хочется сказать, выразить слова благодарности всем вам, потому что без вас, конечно же, без ваших решений, без вашего содействия, всегда, когда нам надо собрать заседание совета, вы всегда поддерживаете нас, поддерживаете нас в наших предложениях. Вот такая совместная работа приводит нас к определенным результатам. Какой бы тяжелый год ни был, все равно я считаю, что результаты есть, нам удалось немало сделать, и надеемся, что в 2021 году мы тоже сможем продолжить работу. Также хочу поблагодарить коллектив в примарии села Аударма. Он всегда... у нас нет разделения работы, всегда на подхвате, так скажем, добросовестно, честно все работают, поэтому в сегодняшние результаты вклад работников в примарии тоже ощутим. Субтитры создавал DimaTorzok